День кладов На нашей южноуральской земле, вернее, в нашей южноуральской земле хранятся И прямо сейчас мы узнаем это у нашего гостя, что хранят недры Южного Урала у нас в студии кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ЮРГУ Гаяз Самигулов Здравствуйте Здравствуйте, Гаяз Хамедович Доброе утро Доброе утро Что касается сокровища Пугачева и Колчака, это правда или это все-таки мифы? Ну, я думаю, что это то, что людям хотелось бы, чтобы было То, что украшает их жизнь, скажем, и делает интереснее Ну, потому что всегда приятно думать, что где-то есть неизведанное А когда она рядом с тобой, то совершенно замечательно То есть наша жизнь тем самым рассвечивается новыми красками Потому что буквально почти за породом есть что-то такое Но я просто так немножко поиронизирую по этому поводу Представьте себе, что современник Пугачева описывал объем сокровищ в Камазах Либо в Вагон То есть, в принципе, это скорее Ну, это сейчас уже, наверное, посчитали А из чего они пересчитывали вопрос? Они нашли этот вклад, пересчитали его И положили на место Но вы все-таки придерживаясь какой версии? Что это неизвестно? Потому что в связи с Пугачевским останием Почти наверняка было оставлено не так уж мало кладов Клад это что? В широком смысле слова Клад это практически все, что положено человеком в землю Скажем, ну, все-таки кладом не считается Местерождение природных минералов и прочее В более узком смысле клад это то, что было спрятано На время обычно, да Но в итоге оказалось утеряно Либо в связи со смертью собственников Либо в связи с тем, что не смогли вернуться на место То есть, скажем, археологические находки к кладам обычно не относят Потому что это немножко другая категория Что-то тогда было спрятано Скажем, Пугачевское восстание это была большая трагедия На самом деле это была натуральная война совершенно И многие из жителей, ну, многие, немногие Мы оперируем понятиями достаточно условными Они просто вполне возможно, скажем, прятали то, что у них было Чтобы потом извлечь, после того, как эта смута закончится И не все из них просто смогли это, скажем, доставить Ну, это какие-то мелкие, наверное, заклады А что это такое крупное, серьезное, за которым охотятся все? Ну, до сих пор охотятся Вот по поводу озера Инышка Сколько я помню себя, столько легенды и ходят Я так понимаю, что попытки найти этот клад, они не прекращаются никогда А что за легенда? Напомните Что Яков Пугачев, отступая после одного из боев Решил не обременять себя обозом с тем имуществом, которое у него было И якобы там, я уж не помню, сколько там бочонков Я как бы было брошено на дно озера Инышк И, в общем-то До сих пор ныряем Есть легенда, замечательно совершенно То есть нравится людям, что эта легенда есть Кто-то, в принципе, даже посвящает свою жизнь Частично, по крайней мере, поискам этого клада Видимо, это разнообразит опять-таки А вот мы говорили про клад Пугачева Какие еще сокровища скрыты у нас в недрах? Золото сарматов, можно найти где? Ну, дело в том, что вот как раз, когда мы говорим про золото сарматов Или золото саков Либо какие-то еще другие археологические вещи Чаще всего речь идет о нескольких иных, скажем, материалах То есть в данном случае люди не прятали под землю от кого-то, да, с целью сохранить Чаще всего это материалы, которые клали в могилу как сопровождающий инвентарь То есть похоронная обрядность в ту пору подразумевала Что человек должен отправиться на тот свет, снаряжен И в зависимости от его статуса, собственно, объем того снаряжения, которое отправилось с ним Был, так сказать, весьма варьируемый А снаряжение могло быть и, собственно, из всяких драгоценных металлов в том числе Ну, дело в том, что если это был, скажем, высокого уровня человек Вождь, или как называть, так сказать, в обиходе царские курганы Да, большие курганы с богатыми погребениями То, естественно, там могло быть и оружие, украшенное, скажем, там С использованием драгоценных металлов И какие-то вещи с использованием полудрагоценных камней А вот еще хотелось бы, извините, задать такой вопрос Самые громкие находки, вот прямо сейчас, можете что-то сказать? Самые ценные для государства? Ну, дело в том, что я не буду расширяться, на самом деле, очень сложный вопрос Ценности для государства Я могу привести пример, скажем, находок синташтинских курганов Там, где нашли первые колесницы за Уралием, да, собственно И есть, ну, одни из древнейших колесниц в мире Это сокровище Можно сказать, для музея точно Но это не драгоценные камни, не драгоценные металлы Ничего, дело в том, что археология, в принципе, оперирует немножко другими понятиями Это не кладоискательство, в принципе И те же самые вещи эпохи бронзы, да, с времени существования Аркаима Наконечники копий, то есть предоставительство достаточно высокого уровня развития ремесла и так далее Естественно, находки уже от недавнего времени Кичиинского могильника Это погребения сакской эпохи, сарматской эпохи Спасибо большое К сожалению, время наше подходит к концу Если вы что-то нашли, напомним, то все-таки сообщайте об этом государству Спасибо вам за познавательную беседу Я напомню, у нас в гостях был кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Юргу Гаяс Самигулов Далее, ваше право